Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео Авторынок. Если вы на нас еще не подписаны, рекомендуем оформить подписку. На канале много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей. Ну а если вас интересуют машины в наличии или вакансии компании, все это вы можете уточнить по ссылочкам, которые будут в описании. Герой нашего сегодняшнего обзора это праворульные автомобили для внутреннего японского рынка. Хороший пример того, как из обычного седана Toyota Corolla можно сделать практичную машину. Если вы разыскиваете для себя машинку формата минивэна на 7 посадочных мест, но при этом не готовы переплачивать за полноразмерный автобус, который вам, возможно, не нужен, обратите внимание на подобную модель. Ее последователь второго поколения уже как-то фигурировал в наших обзорах, но сегодня мы обратимся к первоисточнику. Встречайте, Toyota Sienta в кузове НЦП-80. Первое поколение минивэна Sienta в кузове НЦП-80 дебютировало в 2003 году. Эта машина выпускалась долго, аж по 2015-й, при этом пройдя через обновление в 2006-м. Визуально дорестайлинговые и рестайлинговые Sienta значительно отличаются оформлением передней части. У дорестайлинговых вариантов фары большие и круглой формы. На рестайлинге они уже более консервативного вида. О разнообразиях в плане моторной гаммы этой модели вообще не полагалось. Один единственный вариант – бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, но в разной степени форсировки. Для версий с полным приводом, которые комплектовались классическим автоматом, мотор выдавал 105 лошадиных сил. Передний привод с вариатором 110. Наш сегодняшний экземпляр – 2015-го, крайнего года выпуска этой машины. Здесь полуторалитровый 110-сильный двигатель, вариатор и передний привод. Пробег автомобиля – 218 тысяч километров. Внешние габариты кузова Sienta первого поколения – это 4 метра 10 сантиметров длины, метр шестьдесят девять ширины и метр шестьдесят семь в высоту. Колесная база этого минивэна – 2,70, что примерно соответствует показателям длины колесной базы у автомобилей бизнес-класса. То есть места для ног там должно быть предостаточно. Радиус разворота этой модели – 5,2 метра, а снаряженная масса – всего 1210 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, у этой машины Toyota Sienta первой генерации – классический японец для внутреннего рынка. И, соответственно, толщина лакокрасочного покрытия здесь не слишком шокирует показаниями. Родная краска – это от 70 до 110-120 микрон. Никакой дополнительной обработки в виде оцинковки здесь на кузове нет. Только слой лакокрасочного покрытия. Ну а что касается сопротивляемости кузова к коррозии, на самом деле у Toyota Sienta с этим все обстоит довольно неплохо. Но по антикоррозийной обработке мы дадим комментарии чуть позже, когда будем поднимать автомобиль на подъемник. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажного отделения. Доступ, куда нам открывает большая по площади пятая дверь. Проем здесь визуально очень широкий и, мало того, высокий. Ширина проема по его средней части – метр ровно. Высота от фальшпола до крыши в данном случае 103 сантиметра. И это много. Ширина багажника по полу – 107 сантиметров. А расстояние от крышки багажника до спинки сидения второго ряда – порядка 96. Если вам надо увезти в этом минивене какой-то габаритный груз, вы можете сложить спинки сидений второго ряда. Правда, делать это вам придется из салона. Возможностей дотянуться до механизма стоя у заднего бампера здесь нет. Сиенто автомобиль, семиместный, и сидения третьего ряда в данном случае прячутся под вторым. Вытаскиваются они достаточно легко и также легко раскладываются. При поднятых сидениях третьего ряда, а здесь это именно два раздельных кресла, конечно, вы теряете в полезном пространстве багажника. При этом длина по полу всего 30 сантиметров. Но между кресел есть свободное пространство, так что какую-то мелочевку, возможно, вы сложите туда. Что касается дополнительных удобств по багажнику, здесь можно отметить нишу, в которой у нас хранится штатный инструмент. Ну а запасное колесо в виде докатки располагается под пластиковым корытом. Ну а теперь про салон Toyota Sienta первого поколения. На самом деле первое, на что обращаешь внимание, оказавшись здесь, это обилие пространства вокруг. Здесь очень высокий потолок с крайне солидным запасом пространства над головой. Что касается посадки, сидения в этом автомобиле практически полностью плоские. Плюс есть некоторое ощущение, что подушка коротковата. Но это чисто субъективные придирки. Посадка вертикальная, похожая на таковую на внедорожниках, либо больших минивэнах. Рулевое колесо в данном случае имеет регулировку, но только по наклону. Она никак не подпружинена, и диапазон ее довольно узкий, надо отметить. Зато у водительского кресла есть регулировка высоты. И если вы сдвигаете его до упора назад, то с поправкой на вертикальную посадку, в целом, здесь оказывается достаточно места для ног. А вот на что можно посетовать конкретно, так это на отсутствие опоры для локтя. Здесь нет никакого центрального подлокотника ни в каком виде. Ни сбоку на спинке, ни в виде бокса по центру. Только дверная карта. Причем на дверной карте подлокотник пластиковый и, соответственно, жесткий. Подрулевые переключатели абсолютно стандартные тойотовские. Пользоваться ими удобно, и расположены они ровно на том расстоянии от рулевого колеса, на каком и должны. При любой регулировке руля вы не перекроете обзор на приборы. Здесь они вынесены в центр панели. Что касается клавиш и органов управления, в этой комплектации «Сиенты» их на самом деле минимум. Блок стеклоподъемников, причем передние стекла имеют автоматический режим. Справа от рулевого колеса у нас клавиша управления боковыми зеркалами, регулировка и складывание, а также кнопка «Сноу». Это зимний режим работы трансмиссии. По центру панели у нас приборная доска. В данном случае она очень неплохо читается. Довольно крупный спидометр и тахометр. Указателя температуры нет. Только сигнальная лампочка зеленого, синего, либо красного цвета при перегреве. И присутствует указатель уровня топлива. Он здесь электронный. Все просто и лаконично. Далее мультимедиа, монитор, камера заднего вида. Все по местам. В данном случае у нас обычный кондиционер. Печка управляется при помощи удобных поворотных рукояток. Это касается как переключения режимов обдула, так и скорости вентилятора. Причем эти ручки очень легко поворачиваются, но имеют четкие ступеньки. Поэтому положение вы точно не перепутаете. Температура регулируется ползунком. И вы прямо слышите, как щелкает заслонка воздухосмесителя. То же самое касается переключения забора воздуха с улицы, либо рециркуляции кнопка кондиционера. И подогрева заднего стекла располагается слева, под аварийной сигнализацией. В целом здесь все очень и очень просто. В плане бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, Сиента это типичный минивэн. По центру внизу у нас есть полка, на которую можно складировать мобильные телефоны или что-то подобное. Внизу центральной консоли присутствует несколько отсеков. Глубокий ящик, маленький напоминающий пепельницу карман, правда не предназначенный для гашения сигарет, и подстаканник. С левой стороны у нас мини-бардачок сверху, куда можно сложить что-то очень и очень маленькое, и дополнительный не бардачок, а карман под бумаги у пассажира. Плюс присутствует отсек, куда можно поставить, например, бутылку с напитком или что-то подобное. Два дополнительных маленьких кармашка располагаются и с правой стороны у водителя, внизу панели. Карманы в дверных картах здесь не слишком практичны, и они подойдут скорее для хранения бумаги или чего-то подобного, поскольку они очень и очень узенькие. В плане обзорности вопросов нет. Боковые зеркала здесь большие, передняя панель низкая, а капот частично видимый. Благодаря низкой линии остекления создается ощущение нахождения в аквариуме. Ну а с парковкой задним ходом помогает камера. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на задних рядах. Что касается второго ряда. Сидение здесь все такое же плоское, как и переднее кресло, но сама подушка находится гораздо выше. То есть вы сидите как бы в амфитеатре и смотрите вперед поверх головы водителя и переднего пассажира. Заднее сидение имеет продольную регулировку. Вы можете придвинуться ближе, либо отодвинуться до упора назад. В крайнем положении, садясь сам за собой при росте 1,86 м, я не контачу коленями со спинкой переднего кресла. Но если бы этот контакт был, то спинка здесь мягкая и дискомфорта бы он не доставил. Запас пространства над головой по-прежнему большой. Заднее сидение не имеет никаких абсолютно выдвижных подлокотников, но зато имеет регулировку по наклону. И самое крайнее положение, это практически лежачий вариант. Как такового тоннеля на полу здесь нет, но присутствуют рельсы, по которым, собственно, перемещаются сидения второго ряда. И, по сути дела, из удобств для задних пассажиров, это только ручка и кнопка стеклоподъемника. Плюс очень маленький кармашек в виде подстаканника внизу самой дверной карты. А вот никаких подлокотников здесь, увы, нет. Что касается третьего ряда, то в данном случае он, по сути дела, детский, либо чисто номинальный. При максимально сдвинутом назад сидении второго ряда я за ним банально не помещаюсь. Нет места для коленей. Хотя пространство под сидением, куда девать ноги, присутствует. Однако, если пассажира перед вами слегка потеснить, то, в принципе, втиснутся на третий ряд в Сиенте. Получится. Правда, рассматривать это место всерьез для дальнего путешествия я бы не рекомендовал. Из удобств для задних пассажиров можно отметить разве что подстаканник, который находится у вас в подлокотнике. Подлокотник пластиковый представляет собой часть боковой панели. Что касается начинки подкапотного пространства этой машины, то здесь располагался один единственно возможный двигатель в двух вариантах форсировки 105 либо 110 лошадиных сил. В варианте для переднего привода мотор выдавал 140 ньютонометров крутящего момента. Это один NZFE. Мотор старинный по нынешним меркам. Старт его производства – это 1999 год. В процессе выпуска этот двигатель неоднократно модернизировали. К моменту появления первой «Сиенты» в 2003 году один NZFE получил модернизацию, так называемый «Тип-3». У мотора появились гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, которых не было на первых версиях. В 2005-м добавили электронную дроссельную заслонку и систему EGR. А в 2010-м, во время последней модернизации «НЗ» его подкрутили в плане экологических норм. По конструктиву, это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров, чугунными гильзами и двумя верхними распредвалами. Здесь есть фазовращатель, но только на впускном распредвалу. В приводе ГРМ используется роликовая цепь, но она достаточно тонкая, и поэтому ресурс ее далеко не безграничен. Как правило, менять ее приходится на пробегах около 120-150 тысяч километров. Впрыск топлива у этого двигателя самый обычный распределенный, и вообще можно сказать, что по нынешним меркам он абсолютно простой. Его ресурс – это что-то около 350 тысяч километров пробега. Но надо иметь в виду, что на пробегах за 100 тысяч у этих двигателей в некоторых случаях уже мог наблюдаться расход масла на угар. Связан он здесь либо с маслосъемными колпачками, либо с крайне редкими интервалами замены масла и, как следствие, с залегшими кольцами, которые, кстати, могут залегать еще и вследствие перегрева. Один NZFE перегрева не любит. Также из слабых мест по данным моторам можно отметить склонность подтекать маслом по гидронатяжителю цепи, либо по датчику давления масла. Также осматривайте клапанную крышку на предмет отсутствия течи и задний сальник коленчатого вала. Но, в принципе, подобные вещи характерны и для других моторов на автомобилях с большим пробегом или в солидном возрасте. Объем заливаемого сюда масла, кстати, не очень большой – 4,1 литра масла вязкостью 5,20 либо 5,30. К плюсам 1 NZFE можно также отнести и топливную экономичность. На этих автомобилях расход топлива в городском цикле – это около 7-8 литров на 100 км пути при умеренном педалировании. Работает этот двигатель в данном случае в паре с вариатором серии K210 коробки фирмы A-SYN и они очень даже неплохие с точки зрения надежности. Более 200 тысяч километров они спокойно выхаживают. Пробег этой Сиенты – 218 тысяч и коробка работает в абсолютно штатном режиме. Регламент замены рабочей жидкости по заводу здесь 75 тысяч километров, но по факту его лучше подсократить и менять жидкость хотя бы раз в 50 тысяч с заменой соответствующих фильтрующих элементов. Это и позволит в итоге достичь солидного срока службы вариаторной коробки. Вариатор боится перегрева и при тест-драйве обратите внимание на то, чтобы не было постороннего гула. Гудеть в коробках этой серии могут подшипники, что потенциально сулит переборку КПП либо ее замену. Правда, стоимость вариаторов на Сиенту первого поколения не шокирует порядка 45-50 тысяч рублей на момент подготовки сюжета. Ну а перед тем, как посмотреть на Сиенту первого поколения снизу на подъемнике, давайте разберемся с дорожным просветом. Кстати, его каталожное значение для переднеприводных вариантов всего 140 миллиметров. Давайте определимся, так ли это на самом деле. Тойота Сиента НЦП-81, а в нашем случае именно такой вариант, далеко не самый типичный автомобиль. У большинства современных машин низшая точка будет находиться внизу посредине, под защитой моторного отсека, либо под поддоном двигателя двигателя или коробки, но не в этом случае. Самая низкая точка в данном случае это резиновый фартук под бампером. До него 15 сантиметров от асфальта. Край бампера, который также здесь ниже, чем поддон трансмиссии, находится на расстоянии 20 сантиметров от асфальта. До поддомкратника за передним колесом 17 сантиметров. Задняя часть автомобиля выше 20. Ну а до края заднего бампера от асфальта 24 сантиметра. Надо отметить, что выхлопная труба в данном случае находится в габарите. И ничего ниже этой отметки здесь не свисает. Плюс практически отсутствует сам задний свес. Так что с точки зрения проходимости Toyota Sienta первого поколения это очень даже крепкий среднячок среди легковых машин. Ну а теперь про подвеску Toyota Sienta первого поколения. На самом деле здесь все выполнено по типичной простой схеме. Для бюджетных машин передняя подвеска здесь типа Макферсон. При этом шаровые опоры в нижних рычагах формально должны меняться вместе с ними. Никаких болтовых соединений тут не присутствует. Интересная конструкция переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Закреплен он здесь на подрамнике сверху. Доступ к его креплениям в целом имеется. Но конструкция самих стоек стабилизатора здесь чем-то напоминает таковую на грузовых машинах наподобие Nissan One Net или Mazda Bonga. Стойка здесь очень короткая и крепится она сквозь рычаг. Рулевая рейка на этих машинах уже полностью электрическая. Никаких шлангов магистрали системы ГУР здесь нет. И это хорошо. Меньше поводов для беспокойства. Что касается антикоррозийной обработки понизу, то кроме шовного герметика на этом автомобиле для внутреннего японского рынка мы больше практически ничего и не наблюдаем. Разве что в районе порогов есть некая дополнительная обработка. Чего, например, на таких машинах как Honda Fit нет в принципе. Здесь нет никаких защитных экранов. Обломать и оторвать что-то получится с большим трудом. Выхлопная труба проложена практически в габарите днища автомобиля. Теплозащитные экраны над ней. И в задней части машины мы видим топливный бак. Бак в данном случае у нас металлический. Его объем небольшой. 42 литра. Но с поправкой на маленький расход топлива этой машины более чем достаточный. Кстати говоря, заливная горловина топливного бака здесь также металлическая. Поэтому, если вы смотрите возрастную машину, особенно ранних годов выпуска, обратите внимание на отсутствие коррозии на данных компонентах топливной системы. Что касается задней подвески, здесь она простейшая. Здесь самая обычная балка. На пробеге 219 тысяч в сайленблоке балки демонстрирует наличие на них трещин. Но при этом они еще сохраняют работоспособность. Скорее всего, менять их придется здесь не раньше, чем через 50-60 тысяч километров пробега. Также здесь есть стулки на задних амортизаторах, кстати, совмещенных с пружиной. То есть, стойки здесь не только спереди, но и сзади тоже. Ну, а тормоза на этом автомобиле дисковые в круг. Дополнительного антикора в задней части машины также особо не видно. По большому счету, все, что здесь есть, касается именно обработки соединений кузова. Таким мы увидели сегодня 7-местный минивэн Toyota Siento в кузове НЦП-81. Машина 2015 года выпуска. Это рестайлинг, передний привод, вариатор полторашка. Если у вас был или есть подобный минивэн, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас дополнить, в чем поправить, все это пишите в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Ну, а если заинтересовал конкретный экземпляр, который оказался сегодня у нас на подъемнике, есть шанс, что к моменту выхода видео в свет машина все еще будет продаваться в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас доп. информацию, включая актуальную стоимость на текущий момент времени, вы можете узнать, воспользовавшись телефоном. Он прописан в описании, на нем есть WhatsApp, так что пишите, обзор оказался полезен, понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, какие машины вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. Ну, а сейчас спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Пока!